Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали апостольское чтение сегодня, послание к кремлинам. И мне хочется сегодня остановиться на нем, и мы прочитаем сейчас это послание, несколько буквально стихов по-русски. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немыщи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плот вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плот ваш есть святость, и конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». О каких рабах идёт речь? Вспоминается старый-старый фильм, ещё довоенный фильм. В этом фильме учительница ходит между партами, сидят дети, и она диктует им, то есть диктант. И такие слова, которые вы все много раз слышали. «Мы не рабы, рабы не мы». А здесь говорится прямо о том, что надо быть рабами правды, рабами Божьими. А вы, апостол говорит, были рабами греха. Что это значит? Быть рабами Божьими и быть рабами греха. Давайте посмотрим на простейшие вещи. Например, человек курит. Скажите ему, ты знаешь о том, что курить вредно для здоровья? Он говорит, да, знаю. А почему же ты куришь? Да вот, хотел бросить, да не могу. Много раз пытался, не получается. Другой пьёт, алкоголик, понимает, что скоро его выгонят с работы, долго терпеть не будут, хотя он хороший специалист, а тем не менее, когда он на 2-3 дня пропадает в запой, начальник терпит, терпит, а потом вызывает и говорит, дорогой, при всём моём к тебе уважении как к специалисту, но больше терпеть не могу. Или ты бросаешь пить, или уволняешься с работы. Он говорит, не могу бросить. Пытался много раз. И в наркологический центр обращался. И 12-шаговую программу проходил у баптистов. Всё пробовал, и лекарства всевозможные, пил какие-то, ничего не помогает. Третий блудит направо и налево. Ему говорят, ну что ж ты делаешь? Жену свою оскверняешь. Детям наносишь страшный вред, потому что блуд обязательно ложится, этот смертный грех, на детей. А он говорит, ничего не могу с собой поделать. Я как одержимый, ну как вижу юбку, всё, у меня крышу сносят. А если уж я чуть-чуть выпью, вообще собой не могу руководить. Вот давайте посмотрим на этих людей. Они свободны? Да нет, они рабы. Хотя и говорят, и пишут, мы не рабы, рабы не мы, что это такое, быть рабом Божьим, мне тошно называться рабом Божьим. Да ты, милый раб сатаны, ты от малейшего греха не можешь отстать, от курения. Уж не говоря о наркотиках, более серьёзных, потому что алкоголь тоже наркотик, этиловый спирт является наркотиком. Ты не можешь освободиться от пьянства, ты не можешь освободиться от блуда, ты не можешь освободиться от жадности, ты не можешь освободиться от зависти. Какой же ты свободный? Ты впрямую раб. Тобою руководят, и ты ничего не можешь сделать с собой. Я уже не говорю о корне всех грехов, о гордыне. Вспомните, самый высший из ангелов Божьих. Сатана, а тогда его звали Деница, впоследствии Люцифер, светоносный по латыни. Этот Люцифер был ангелом Божьим. И однажды он, видя свои совершенства и свои возможности, свой ум невероятный, подумал, что я и без Бога могу жить, я и сам как Бог. И прервал связь любви к своему Создателю. А когда эта связь любви прерывается, то обрезается как бы канал благодатного воздействия от Бога к его созданию. И благодать Божия, которая освящает всякого человека и ангела, перестала поступать на него. И он, решившись благодати, остался в полном духовном мраке. А мрак духовный – это что? Это злоба, ненависть, зависть. Вот в этом состоянии этот умнейший из ангелов, гениальнейший ум, стал мрачным, злобным и завистливым. Кому он завидует? Нам. Нам, людям, которым дана возможность войти в Царство Небесное. Но он пал по гордыне, а скольких людей он поймал на гордыне? Не миллионы, а миллиарды людей погрязли в гордыне. Каждый думает только о себе. И если немножко деньжат скопил, ну, несколько миллиончиков, считает себя каким-то совершенно необыкновенным человеком, вообще другой крови, другая кость, как говорили, белая кость. Он считает, что ему уже всё можно, он уже может всё купить, всё, что возможно, и совесть другого человека, и тело, всё, что хочет. И он начинает блудить, потому что ему уже можно всё, он блудит, в результате у него одна жена страдает, которую он бросает, потому что есть какая-то другая. у него уже дети, плевать на детей, вторая, он и со второй потом расстаётся, у неё тоже дети, и опять эти дети и жёны, они страдают, а ему плевать на страдания других людей. Но, тем не менее, его же укаляют, и где-то внутри его совесть всё равно мучает, что он поступил подло, но он заглушает эту совесть, ищет другую, третью и так далее, четвёртую, а уж любовницы подавно. А жёны страдают, и дети страдают, и он страдает. Я вам скажу, никто из таких людей счастливым не бывает, а умирают, ненавидимые своими детьми. И если дети ещё к ним как-то относятся, только благодаря тому, что они их деньжатами подкармливают, и дети делают вид, что любят папашу, потому что папаша деньги даёт, а в душе они его ненавидят. И умирает человек, ненавидимый всеми. Он говорил, я свободен, у меня свобода, я не раб ничей. Нет, дорогой, ты раб, раб сатаны. Тот, кто не является рабом Божьим, а Бог олицетворяет в себе любовь и всякое добро, которое можно только себе представить. И кто не является рабом любви и добра, то есть рабом Божьим, тот без всякого сомнения является рабом противоположного существа, которым является сатана. И все те, которые говорят, мы не хотим быть рабами Божьими, они неизбежно, обязательно становятся рабами сатаны. Ими владеют вот все эти страсти и многие другие, и чревоугодие, и блуд, и жадность, и зависть, и ненависть. Все, что можно только себе представить, в них есть. Какие же они свободные? Они говорят, а мы не хотим быть рабами Божьими. Ну вот, вы не рабы Божьи, вы рабы сатаны. Куда пойдут эти души после смерти? В огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Там они будут вместе с ними находиться и мучиться во веки веков. Потому что здесь не захотели быть рабами добра. И со своими деньгами, например, много денег накопили и думают, что это только для них. Вот сегодня мы слышали житие Сампсона, стороноприимца. Он родился в очень богатой семье римских сенаторов. Это высший класс тогдашнего общества. Это очень богатые люди, обладавшие поместьями. Поместьями огромными землями и рабами. И что же? Он пошел за Христом, он оставил все свои поместья, раздал все, что продал бедным людям. И сам стал творить дела милосердия. Бесплатно лечил, потому что он получил медицинское образование, был врачом, профессионалом, да еще святым человеком стал. А Бог ему дал еще и дар исцеления. Помимо его врачебного искусства, просто через него Господь исцелял людей. Вот это раб Божий. Он свое имущество правильно распределил. Это не значит, что все должны так продавать свои дома, квартиры, уходить куда-то в пустыню. Нет. Но из того, что приобретаем, мы должны стяжать себе сокровища на небесах. В тот небесный банк отложить что-либо. Не здесь земной банк, а в небесный. Там депозит, там ничего не пропадет у Бога. А как в небесный банк отложить? Вот мы сегодня в Евангелии об этом читали. Что там, на небесах, в этом банке, не расслевает ржавчина, ни моль не съедает, ничего не пропадает. Что это значит? А дело в том, что то, что мы в этой жизни приобретаем, если мы умеем поделиться с теми, у кого чего-то не хватает, например, пожертвовать человеку, которому нет денег на операцию. Пожертвовать, если есть такая возможность, людям, молодым, у которых нет денег, и они ютятся в какой-то маленькой квартире, в однокомнатной с родителями, что невозможно, или даже в двухкомнатной всё равно толкутся на одной кухне все. Он берёт и покупает молодым квартиру. А сколько есть детских домов, сколько есть больных инвалидов, тех, которые не защищены ничем, а сколько инвалидов войны, афганской, чеченской. Вот сейчас многие приходят инвалиды. К сожалению, очень много денег, которые идут для армии современной, разграбляются чиновниками военными. И на фронте не хватает бронежилетов, не хватает иногда продуктов, иногда даже трусов и носков не хватает. Это мне говорят командиры. Я разговаривал с людьми, которые командуют там сейчас. Раненые приезжают в Москву, подлечившись, и я с ними разговаривал. Не хватает. И вот собирают люди, верующие, понемножечку, и покупают бронежилеты, покупают прибор, который ультразвуком сбивает чужие дроны, враждебные, которые на разведку... Кстати, своих дронов тоже не хватает. А богатые люди думают только о себе, о своих удовольствиях, о ресторанах, машинах, дачах и так далее. И не подумают о том, чтобы сделать то, что сделал Самсон, страннопремис преподобный. Ну, не полностью хотя бы раздать, но помогать из того, что у тебя есть. И вот таким образом человек и богатый может спастись, потому что он добрые дела откладывает в небесный банк. Всё, что доброе он сделал, он сделал, как сам Христос сказал ему, Богу. Всё, что вы сделали ближним своим, вы сделали мне. Это относится и к добру, если добро сделали человеку, и к злу, если зло сделали человеку, вы сделали самого Господу. Он так воспринимает это. Поэтому давайте, пока мы ещё живы, пока у нас ещё время есть, хотя мы не знаем, когда придёт Господин, толкнёт в дверь, мы должны быть готовы открыть Ему, как сегодня мы читали в Евангелии. Так вот, быть должны готовы, потому что никто из нас не знает, в какой час придёт за нами смерть. И мы предстанем пред Господом. Поэтому должны делать дела добра, пока и у нас есть ещё время. Аминь. Всех поздравляю с праздником.